Всем привет! С вами Алекс Геич. В этом видео я покажу вам, как же откатиться с iOS 6 на iOS 5.1.1. На iPhone 4, на iPhone 3GS, на iPod Touch 4 и также на втором iPad. На данный момент процесс откатки работает только на устройствах с процессорами A4. Я думаю, что вы обновляетесь по той причине, что у вас нету непривязанного джелбрейка на iOS 6, нету хороших карт и также встречаются какие-то баги или ошибки на этой прошивке. И сейчас я покажу вам, как же это все сделать, как же происходит весь этот процесс. Едем! Для отката нам потребуются три вещи. RedSnow, прошивка iOS 5.1.1 под определенный девайс и также утилита Tiny Umbrella. Все эти программы совместимы как с Windows, так и с macOS. Ссылки на скачивание всех утилит вы можете найти в описании под этим видео. Дальше мы заходим в программку Tiny Umbrella, в которой мы сохраним все наши SSH файлы, которые требуются при откате прошивки. Вы сможете получить эти файлы при том случае, если вы сохраняли их ранее. Итак, выбираем наш девайс, переходим во вкладочку Advanced, дальше выбираем папочку, в которой мы будем сохранять все наши SSH файлы, дальше нажимаем галочку Request SSH from Cydia и потом нажимаем Save SSH и ждем. И вот здесь мы видим, что появляются все наши SSH файлы под наш девайс. Дальше мы видим в этой папочке все наши сохраненные SSH файлы. Вот он, под 5.1.1. Дальше переходим в программку RedSnow, выбираем Extras, SSH Bloops, Stitch, IPSV и выбираем наш скачанный файл прошивки. Дальше SSH файл, который мы только что сохраняли в программе Tiny Umbrella. Идет загрузка. Ждем. Только что мы создали собственный файл прошивки iOS 5.1.1. Дальше выключаем наш iPhone с помощью кнопочки Power. Нажимаем кнопочку PVN-DFU, дальше Next и вводим наш девайс в DFU. Нажимаем верхнюю кнопочку Power 3 секунды, потом после 3 секунды нажимаем Home и ждем. Ждем 10 секунд, потом после 10 секунды только нажимаем кнопочку Home и ждем, пока загрузится наш девайс. Дальше мы должны открыть программку iTunes. И здесь у нас выскочит такая вот ошибочка, это нормально. Дальше нажимаем кнопочку Option для Mac и кнопочку Shift, если вы пользователь Windows. Дальше нажимаем на Restore. Дальше вместе с Shift и Option нажимаем Restore и здесь выбираем нашу прошивку, которую мы только что создали. А наша прошивка, которую мы должны были выбрать, находится на рабочем столе. При процессе отката вы будете получать парочку различных ошибок, но это нечего. Давайте поговорим об ошибке, которая может произойти при процессе отката. Это может быть ошибка 1604. Эта ошибка возникает при том, если вы неправильно ввели свой девайс в DFU-мод, то есть в программке RedSnow, P-Event, DFU. Так что будьте внимательными при вводе вашего устройства в DFU-режим. Также ваше устройство может не выйти из DFU-режима, а сейчас я покажу вам, как же выйти из этой ошибки. Сначала зажимаем две кнопочки Home и Power, после 10 секунды отпускаем Power и держим только Home. И в RedSnow у вас должна появиться кнопочка Recovery Fix. Нажимаем на ее. И затем у вас должно включиться ваше устройство и у вас должна работать полноценная прошивка iOS 5.1.1. И вот мы успешно откатились с iOS 6 на iOS 5.1.1. Теперь мы можем радоваться этой старенькой прошивке iOS 5.1.1. Я думаю, что вы правильно откатились с iOS 6 на iOS 5.1.1. И вы подпишитесь на мой YouTube-канал, ссылка есть сверху. И также, пожалуйста, вступайте в мою группу ВКонтакте и подписывайтесь на мой Twitter-аккаунт. Пока!